Сетевая визуализация Сетевая визуализация И вы хорошо представляете себе Одну из главных проблем визуализации Это очень большая, к сожалению, затрата Времени на просчет картинок И просто сумасшедшая Затрата времени на просчет Видеоматериалов Потому что картинку, скажем, с тем же интерьером Еще часов за 8 посчитать реально Но посчитать видеоролик С хорошим качеством, с освещением Тем же VRM Это может отнять все 80 часов, 800 часов и 8000 часов И, естественно, рендерить одним компьютером Такую сумасшедшую последовательность кадров И с хорошим качеством Ну, почти невозможно Скажем, электричество в розетке раньше закончится И вот придумана возможность Очень сильно ускорить процесс рендеринга Называется это как раз сетевой визуализацией Когда несколько машин Через сеть объединенных Визуализируют либо Одну и ту же картинку Это называется одним образом Либо видеоролик Это называется немножко другим Поэтому давайте вот определимся Есть два вида сетевой визуализации И сегодня мы с вами увидим оба варианта Есть так называемый Дистрибьютив рендеринг Дистрибьютивная сетевая визуализация Это означает, что Несколько компьютеров считают Одну и ту же картинку То есть у нас есть одно изображение Ну, скажем, с интерьером Или с домиком С чем угодно Вот я так для примера Рисую Могу даже солнышко запасить И дерево В общем, есть у нас такая шедевральная штука И у нас есть сколько-то машин Я вот условно компьютеры буду обозначать То есть нет, такой красивый картинческий компьютер Может, извините Поэтому будут обозначать И вот есть у нас сколько-то рабочих машин И рабочая машина Условно называемых первая, вторая, третья, четвертая Ну, вот в нашем конкретном случае Сейчас я буду действовать в нашей экспозиции Они эту картинку Разбирают на кусочки Это сделано в разных системах рендеринга По-разному Но обычно делится на так называемые бакеты То есть такие маленькие-маленькие крошечные кусочки Она заранее разрезается на несколько тысяч таких кусочков Ну и каждый компьютер рендерит, естественно, свой бакет Ну и отрендерив один бакет Он переходит к другому, третьему, четвертому, пятому Ну а поскольку у компьютеров, естественно, несколько ядер 8 ядер процесса, расскажем здесь То они сразу по 8 бакетов рендерят Ну и таким образом Если, скажем, в одном компьютере рендерится картинка У вас 8 бакетов Если вы рендерите ту же картинку Двумя машинами У вас уже 16 бакетов Ну и так дальше по-настоящему В этом случае вы просто получаете объединенную мощность Которые машины Это очень удобно Но это хорошо именно при визуализации одной картинки Рендерить анимацию так тоже можно Но вообще-то система не очень любит Когда вы, грубо говоря, часто-часто ее перезапускаете Для рендера каждого следующего канала Поэтому есть другой способ визуализации Когда картинок у вас много Это называется Перфрейм Нет рендер Перфрейм нет рендеринг Это означает покадровая сетевая визуализация То есть в этом случае речь о чем Что вот у нас с вами есть видеопленка Вот она На которой куча-куча кадров Ну, мне не очень доход сейчас рисовать Я вообще занимаюсь так примерно Вот В общем, есть у нас видеопленка с кучей кадров И есть у нас те же самые четыре компьютера И если мы делаем визуализацию перфрейма Это уже делается совсем по-другому В этом случае компьютеры просто разбирают себе отдельный кадр То есть первая машина берет этот кадр Вторая машина берет этот кадр Третий этот Четвертый этот Естественно, когда первая машина закончит рендерить свой кадр Она возьмет следующий кадр Это возьмет следующий кадр Ну и так далее Удобство в том, что если Вы используете перфрейм рендера Это рассчитано на очень долговременный срок Визуализации То есть может работать там день, два, если надо И если вы по ходу пьесы будете подключать новые, новые, новые компьютеры Они будут цепляться прямо на лету То же самое, если один из компьютеров, скажем, завис Ничего страшного не случится Вы просто потеряете один кадр, который он читал И система автоматически перераспределит Выбывшие кадры на другие машины Вот в этом случае Немножко по-разному все организовано В первой ситуации, в дистрибутивном рендере За это отвечает сама система рендерера То есть Vray, MentalRate, все прочие системы Это встроено в них Во втором случае, с перфрейм визуализации Есть такая система, которая идет отдельно от 3D Max Но устанавливается на ваш компьютер вместе с 3D Max Называется она BackBurner Заходите, пожалуйста BackBurner, ну, так, по-нашему, если досолу перевести в Forsage Вот эта система BackBurner Ну, она сейчас называется последняя BackBurner 2016 Вот она как раз идет у вас вместе с 3D Max И она позволяет рендерить Max Покадровые визуализации Притом, кстати, не важно Какая система рендеринга будет использоваться То есть MentalRate, Vray, здесь уже все равно Здесь главное, чтобы BackBurner запустил кадр на рендер А дальше, естественно, машина будет исполнять задание Что при этом важно заметить Есть несколько условий, без которых все это вообще не сработает Условие первое Касается самой сети Ну, естественно, все компьютеры должны быть объединены в одну общую сеть Это можно сделать и через интернет удаленно Но, конечно, с локалкой оно всегда проще Поэтому первое условие важное Общая локальная сеть То есть, ну, скажем по-другому Если компьютеры видят друг друга через сетевое окружение В домашней сети там или в корпоративной Значит, все хорошо Условие второе На всех компьютерах должен стоять 3D Max Все плагины То есть тот же Vray должен стоять на каждом компе Давайте напишу вот так вот Как минимум Max А то и Max Vray На каждой машине И вот третье условие Оно вообще необязательное Но без его соблюдения будет очень трудно Ну, не то, чтобы трудно Но очень хлопотно Добиться быстрой сборки кадров анимации И быстрого распределения заданий на все машины Очень желательно, чтобы была общая сетевая папка А лучше общий сетевой диск При том, чтобы он статично был виден под одним и тем же именем Сейчас объясню, что это значит То есть всем этим компаммам Которые будут рендерить картинку вашу Которую я условно назвал раз, два, три, четыре Им очень важно видеть Одни и те же файлы проекта в 3D Max И все текстуры 3D Max Ну, которые вы используете Все текстуры проекта, так скажем Поэтому Поэтому Ну, вот я покажу ситуацию на данном компьютере, на моем Видите, есть у меня там какие-то диск C, диск D Но самое главное Что есть такой ресурс, называется папка преподавателя Ну, его условными, может быть, любыми Самое главное, что он воспринимается системой как диск Z Это подключенный удаленный сетевой диск Ну, то есть, грубо говоря, там где-то за стенкой стоит сервер У которого один жесткий диск Вот раздел жесткого диска Здесь виден как диск Z То есть, если я здесь на своем компьютере На этом диск Z что-то кладу Скажем, папочку, которая называется Нет рендер То, естественно, сразу же все остальные компы ее будут видеть То есть, вот я положил на диск Z папочку нет вот рендеринг И сразу все ваши компьютеры эту папочку видят При том они видят ее под тем же адресом То есть, если любому компу сказать, что на диске Z В такой-то папке лежит такая-то текстура Он ее гарантированно найдет Благодаря чему нет нужды копировать все текстуры на каждый комп Потому что половина всех проблем сетевой визуализации Заключается в чем? Ты рендеришь интерьер И вот те фреймы, те кусочки Которые рендерит твой компьютер Они идут с текстурой, скажем, дерева Паркеты, допустим А кусочки изображения с других компов приходящих Они идут с сервером То есть, паркет вроде есть, но текстура у меня нет В полном смысле есть, без текстуры Потому что в этой ерунды не было Наши текстуры были либо на каждом компе Либо были видны в сети Но сейчас мы об этом скажем Вот давайте посмотрим Самый, наверное, наиболее интересующий людей вопрос Как рендерить одну картинку Потому что если так смотреть Как вот люди используют Max В современной графике Это, ну, процентов 70 Это все 90 Это интерьеры и домики Ну, а это вот как раз то, что называется Дистрибутивная сетевая визуализация На своем компьютере Я открою файлик Вот как раз таки из папки общий Здесь к z Ну, давайте вот такой вот Интерьерчик Ну, кто учился у меня на первой части курса Верой, этот интерьерчик Видели Как одно из упражнений По созданию материала Ну, а вот если я буду рендерить его Ресурсами одного данного компьютера Ну, вот рендер запускается Ну, как вы знаете Визуализация Начинается с расчета Сначала считается Таким образом, конечно То есть рассеивание вторичного света Вот тут считается Вот теперь начинает считаться И радио на смайк Ну, и дальше нас ждет Расчет уже самой картинки Все это отнимет достаточно много времени Если мы хотим сильно-сильно ускорить рендер Мы можем использовать функцию Сетевой визуализации Делается это так Если говорить конкретно о V-Ray У V-Ray есть закладка Settings Ну, и в ней мы видим Отдельный небольшой диалог Который называется Дистрибутивный рендеринг Ну, что такое дистрибутивный рендеринг Я уже объяснял Вот как раз В этом диалоге Ну, во-первых, есть галка в клуб Назначение очевидное И есть кнопка Settings Что очень важно заметить Настройки вот этих сеттингов Они привязаны не к конкретному проекту Они пишутся глобально Это означает, что если сейчас что-то здесь поменяют То при открытии другого проекта Это все так же останется Поэтому если я в одном интерьере Настроил все как надо Я открою следующий интерьер Ну, как вы понимаете, естественно Настройки вероят для каждого файла свои Но вот настройки сетевой визуализации Они сохраняются глобально для всех проектов Поэтому стоит один раз все это настроить И проблем нет Что же здесь настраивается Ну, вот здесь мы видим имена компьютеров в сети Я просто взял Ну, скажем, включил в этом классе Некоторое количество компьютеров Вот для людей, подключенных удаленно Или смотрящих нас на YouTube Я специально использую такую программочку Вот она Она показывает экраны других компьютеров Которые сейчас в наличии В этом классе Видно, что на них ничего не запущено Вот, можно покрупнее посмотреть Что там происходит Это вот Один из компаний Мы их отлично видим Так вот, я указал их имена вот здесь Как я их указал? Я нажал команду add server И вот здесь указал имя компьютера Просто написал там B03, студент 02 Ну, у каждого компьютера все свои И потом, чтобы проверить, не ошибся ли я Я нажал команду resolve servers То есть проверить сервера Но эта команда, она вовсе не говорит о том, что компьютеры будут Прямо так брать и рендерить вашу картинку Она говорит лишь о том Доступен на какой компьютер в сети или недоступен Вот при нажатии resolve servers Как видите, появился список IP-адресов Ну, то есть он всего лишь проверил Что эти имена фактически существуют Но просто так рендер Мы там не можем запустить Необходимо, чтобы на всех удаленных компьютерах Была запущена одна маленькая программочка Которая называется V-Ray Spammer Запускается она следующим образом Пуск программы House Group Сейчас я ее запущу на всех компактах Очень легко сделать V-Ray Дистрибутивная визуализация Launch VR Дистрибутив рендеринг Спавнер Что такое спавнер? Крошечный утилит Она не имеет ни настроек, ничего Она просто ждет Что через сеть придет приказ на визуализацию И она молча запускает 3D Max В таком режиме, что вы его не видите На подчиненных компьютерах И, собственно, она и рендерит через сеть То есть мне нужно взять тот самый спавнер И запустить его на всех Ну, как говорят, слейвах То есть подчиненных компьютерах Которые будут визуализировать нам через сеть Ну, у меня, к счастью, есть возможность Сделать это Не бегая между компаниями Я просто могу приказать всем компьютерам Выполнить какое-то действие Скажем, выполнить программу какую-то Довольно удобная вещь Сейчас где-то там это было Довольно удобный программ Позволяет смотреть, что происходит И выполнять всякие приказы Ну, а сейчас все компьютеры запустили спавнер Как мы это можем увидеть? Давайте опять подключусь к экрану одного из слейлов И обращу ваше внимание на правый нижний угол экрана Давай, 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 еще чуть-чуть Вот Вот мы с вами видим запущенный спавнер Аж два раза запущен Ну, замечательно Хватило бы одного, конечно Но, видать, с последнего раза, когда я запускал спавнеры Их ни разу не перезагружали Поэтому Ладно, надеюсь, то, что он два раза запустился Не вызовет проблема Ну, короче, грязь спавнер на всех машинах запущен Ну, и теперь все, что остается Это еще раз проверить настройки Компы видны IP адреса их есть Ну, и вот давайте обратим внимание Еще вот здесь На маленькую панельку Очень важная галка Transfer missing assets Это если какой-то из компов Все-таки не нашел текстуру Ну, не обязательно именно текстуру Это может быть и ES-профиль светильника, например Прокс-модель какая-нибудь То с моего компа, с главного По требованию любого компа в сети Эти текстуры или что там еще ему надо Будут переданы А галка usecached assets Означает, что они будут не только переданы Но и сохранены на этом компьютере Объемом до 100 гигабайт Это означает, что если я буду рендерить Снова одну и ту же картинку Эти текстуры больше передаваться не будут Они будут храниться локально на нужном Ну, галка usecached Означает, что мой компьютер Тоже примет участие в визуализации Вот еще галка называется Restart server on render end Довольно полезная Ну, бывает, когда ты посылаешь Несколько раз картинку подряд на рендер Он там 2-3 раза сработает Четвертый не сработает Ну, это довольно известный глюк Соответственно, галка restart Будет каждый раз перезапускать server И проблема этой не будет Единственная проблема Если галку эту поставил Нельзя подряд быстро посылать Снова несколько картинок Ну, то есть ты рендеришь Если ты остановил рендер Подожди там буквально секунд 10-15 Ну, запускай Все, собственно Окей Ну, и давайте я нажимаю команду render Самое интересное Посмотреть, что сейчас будет Вот, можно посмотреть Сейчас проверяй пытается договориться с удаленным компьютером Вот как Они все при старт И старт Лайткэш, то есть база Это считается плакально только Ну, а сейчас начнется визуализация Вот, появились бакеты моего компьютера А где же остальные машины Ждем, что ждем Вот, запустились Остальные машины И мы с вами видим Как карта освещенности Считается Не одним компом А всем учебным классом И, естественно, мощность Ну, в 10 раз больше И, естественно, скорость рендера В 10 раз больше Если у вас есть хотя бы 2-3 компьютера Ну, скажем Есть ваш домашний компьютер И ноутбук Вы уже почти вдвое можете Умутить быстродействие В вашей системе Просто подцепите ноут Через сеть Поставьте туда Вероймакс И, соответственно, подцепите его Дистрибативным рендером Дистрибативный рендер, к сожалению, уязвим К выключению компа в сети То есть, если комп Внезапно вырубится Или на нем будет закрыт сервер То часть квадратиков Может перетечем И испогонить он картинку Поэтому здесь Ну, не должно быть Каких-то проблем С надежностью И сети Локальных машин Как раз вот второй вариант Рендеринга Который перфрейм Он рассчитан на очень долгие Процессы визуализации И там есть защита Подобного Прошествия Здесь же, ну, не дай бог Чего случится Будет куда-то Кстати, мы можем Посмотреть его Месседжах Видно, что вот Мой компьютер На все остальные Компьютеры Посылает данные О карте освещенности Чтобы они договорились Между собой Ну, и видно, что Не пришлось Ниоткуда Никуда Пересылать Никаких текстур Все текстуры Уже были в наличии Ну, кстати, текстуры Как будто были в наличии По той причине Что этот проект Лежал в сетевой папке Естественно, все компьютеры Его так открыли Ну, вот мы с вами Перед видеорегация О, кто-то там Включился Микрофончиком Так Одну секундочку Все замечательно Кстати говоря Я думаю, вы заметили То, что для Большей наглядности Я здесь использовал Рендер Не как сейчас Вот на прогрессе Когда я Расчет за пассами А здесь используется Рендер по старинке Бакетами То есть квадратик Но это полезно Потому что я вижу На каждом бакете Подпись В виде имени Того компа Который отвечает За рендер данного Бакета Естественно Прогрессивный Рендер тоже Замечательно работает Но там мы не увидим Какой комп Что делает У вас просто Пасса будет считаться В 10 раз быстрее Вот Поэтому Что с прогрессивом Что с этим Видим визуализации Все отлично будет работать Ну а давайте Вот еще раз Вот еще раз заметим А вместе с ним Менталер Пусть шумов Что называется Ваши службы сети Среди служб Будет сейчас Часа полтора То есть там стена Получать Недостающие Менталер Рендер Получаем сообщение Об ошибке Там где-то Материалы Глюч Ничего страшного Потом получаем Унылые 8 квадратиков Как вы знаете Менталер К сожалению Высокая скорость Трендер Рендер не блещет Поэтому Шпать будет очень долго Ну а теперь Мы ставим Галку Дистрибьют Рендер Опять запускаем Просчет И получаем Те же самые Сообщения В ошибках Ничего страшного Ну получаем Немножко больше Клубертика Вот теперь Мы видим Что все Компульс сети Готовы Выполнять задания Ну и естественно Скорость рендеринга Будет Востолько раз больше Сколько машина Подключится В отличие от Верой Как видите Ментал Не подписывает Свои квадратики Какой Какому Компульс Прилежит Поэтому Остается Только догадываться Где кто Но Все равно Хорошо видно Что Мощность их Явно Торсунировалась В общем С этим Все Сравнительно Просто Другие друзья И Отрендерить Одну Картинку Несскими Машинами Даже в домашних Таких условиях Проблем Особо Не Представлю Надеюсь Вы Воспользуйтесь Этой Возможностью Если у вас Такая Необходимость Будет Возникать Давайте Вернемся К началу В первом Случае Так называемый Дистрибутивный Сетевой Рембур Это Сравнительно Простая Задача Потому что Здесь у нас Речь о том Что все-таки Одна картинка Считается С анимацией Все намного Сложнее Но Кстати говоря Кстати говоря Именно здесь Чаще всего Это бывает Нужно То есть Одну Картинку Ну Посчитать Скажем За 10 минут А не за 5 часов Это очень приятно Но это не смертельно Ее можно за 5 часов Почитать Вечером Рендер Отключился Утрак Ротинка Готов А вот Видеографии То есть Всякие ролики Вот их Просчитывают Очень долго И Скажем Ждать 800 часов Это уже Не Поэтому Конечно Приходится Рендерить Видео Через Сет И вот Как это Делается Есть такая Система Называется Backburner Она Ставится Вместе С 3D Max Вот Она Обратит Внимание Все программы Autodesk Autodesk Backburner 2016 Состоит Из 3х Компонентов Менеджер Монитор Сервер Работает Так Сервер Это приложение Которое Необходимо Запустить На всех Слейвах То есть Подчиненных Компьютерах Но это Как У Верея Спавнер То же самое Так же Запускается Единственное Что требует Немножко Настрой Ну как Немножко Галочку Поставите Давайте Я запущу Сервер На всех Компьютерах Могу И на своем Запустить Могу И на своем Пока Не запускать Кстати Я вижу Запущено Всякое Или на запущен Нет Запущен Нет Запущен Да Закрыл В общем Давайте смотреть Что будет Сервер Запускается В обычном Случае Команды Специальные Backburner Server Но поскольку Я сейчас Не хочу Бегать К каждому Компьютеру Запускать Лично Я конечно Немножко Схитрю И использую Возможность Увидеть Экраны Компьютеров Через сеть И с ним Запустить Это приложение Я не стал Вам показывать Дорогие друзья На вебинаре Подключенный Экран других Компьютеров В предыдущий раз Потому что Там абсолютно Ничего не происходило То есть Когда работает Дистрибутивный Рендер На слейвах Абсолютно Никак на экране Ничего не отображается Ну а сейчас Конечно Будет отображаться Итак Я запускаю На всех Подключенных Компах Ну Не то что На всех классах На большинстве Есть Специальную Программу Которая Называется Backburner Server Вот она Пошла Запускаться Мы с вами Видим Как появляется Экран сервера О Везде Запустилась Ну и давайте Посмотрим Повнимательнее Что он там Пишет Обратите внимание Он говорит Looking For a Manager То есть Ищу Менеджера Менеджером Называется Программа Которая Управляется Она должна Быть Запущена На моем Компьютере То есть Также Все Backburner Manager Вот Менеджер У меня Большая Просьба Если у вас Открылся Окошечки Сервера Постарайтесь Закрывать Крестик Можете Свернуть Пожалуйста Если Слить За компьютером Здесь Сверх Запущен Ну и вот Обратите Внимание Менеджер Говорит Successful Registration То есть Успешная Регистрация Такого Компа Такого Компа Такого Компа Такого Компа Ну и вот Мы можем Посмотреть Сейчас На удаленных Компах Что Появляется Надпись Регистрация Примет То есть Сервера Подключены Для того Чтобы это Как-то Все было Более Наглядно Представлено Потому что Вы понимаете Что У меня Сейчас Если Менеджер Посмотреть Вот так Это Видеется Для Большей Наглядности Есть Еще Одно Приложение Называется Монитор Собственно Говоря В нем Все Работы Проходят А Монитор Выглядит Вот так Вот Монитор Сейчас Он Подключен Компан Вот Они Все Видны Вот Че Парачек Тенков Не Отсутствует Ладно Ничего Страшно Могут Убрать Списк Чтобы Раздражали Вот Мы Видим Что Компьютер Такой 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 И он Тоже Сейчас Отсутствует На Своем Компьютере Я могу Тоже Запустить Сверх То есть Мой Компьютер Будет И Отдавать Задание И Тоже Я специально Это делаю Очень Попольше Итак Мы Видим С вами Что Система Готов К Работе Ну А теперь Давайте К 3D Max Возьмем 3D Max И откроем Вот такой Вот Ролик Опять Он В сетевой Папке У меня Хранится Чтобы Все Компьютер Видели Он Такой Патриотичный Сказал Ролик С Анимацией Ткани Надо сказать Что я Использовал Довольно Сложный Врейфский Материал Плюс HDR Отражение Плюс Красивый Свет С тенями Поэтому Один Кадр В нормальном Разрешении Просчитывает Ну Не меньше Минут А 300 кадров Ну Считает 6 часов Поэтому И нужна Сетевая Визуализация Если я хочу Сделать Заставку Скажем С развивающей С флагом Вот как Это делается Ну Давайте Начнем С того Что мне Нужна Будет Папка Куда Я Хотел Бы Сохранить Результат Я Назову Флаг На диске Z Разумеется Что тут Для меня Очень важно Чтобы Эта Папка Была Видна Всем Компан В сети И чтобы Она Была Видна Одним Тем же Именем Вот сейчас Она будет Теперь Как я Буду Все Даже Сейчас С использованием Сети Это все равно Будет Довольно Долго Я Посчитаю Ну Скажем 50 кадров 2 секунды Например Я ставлю Ренж С сотого Кадра До 150 Вот я Установил Диапазон Визуализации Кадра Ну И С вашего Позволения Конечно Качество Рендера Сейчас Пониже Чтобы Картиночка Получалась Просто Ну Можно Даже Больше Кадров Заказать Сейчас Я Сделал До 200 Кадра Это Не отнимет Много Времени При Условии Что Качество Изображения Остается Не Теперь Главное Указали Мы Отрезок Какой Рендерить И Теперь Надо Указать Куда Сохраняться Я Нажимаю Файл И Указываю Ту Самую Папку То Есть Диск З Флаг Что Плохо Нельзя При Сохранении Использовать Видео Формат Я имею Ввиду Всякие Ави И Прочее Подобное То По сути Роль Мы Сохранить Не Сможем Что Мы Сможем Сохранить Сохранить Секвенцию То Набор Неподвижных Картинок Ну Например В формате Пэнг Это Хорошо Еще По той Причине Что У них Будет Прозрачный Задний Фон То есть При Монтаже Адоб Премьере Вы сможете Скомпоновать Этот Флаг С другими Своими Ну Что На Переднем Клане Еще Что Происходило На Заднем Еще Что Поэтому Я Ставлю Формат Пэнг Ну И Сейф 24 Бит И Галка Альфа Канал Ну Галка Альфа Канал Очень Полезная Тем Что Создает Возможность Задний Фон Сохранить Надо Сказать Очень Типовой Вариант Сохранения Для Видеографики Есть Еще Вариант Сохранения В ТГА Или ТИФ Там Можно Еще Использовать Истинную Глубину Цвет Можно ХДР Или И И И И И И И И Здесь У нас Будет Обычные Смиритные Законжения Окей Важно Сейчас Кнопку Чтобы Подключить Сетевую Службу Я Меняю Таргет То есть Задачу Вот Вместо Production Rendering Мода То есть Расчет Обычной Картинки Я выбираю Submit To Network Рендер Дословно Подтвердить Сетевую Визуализацию Появляется Отдельное Окно Оно Спрашивает Меня Во-первых Как назвать Проект Допустим Флаг Ничем Не хуже Description Описание Теперь Очень важно Подключиться К нашему Менеджеру Ну Здесь Заметьте Я ввел Адрес IP 27.01 Вот это Я сделал Уже сам Потому что По-хорошему Достаточно Галки Automatic Search Но Заметьте При Automatic Search Менеджер Может Спокойно Не найти Существу Загречен Сможет Не найти Зря Поставил Наблюдал Я Вот Как раз Пожалуйста Наблюдал Я Этот Глюк В последних Версиях Тоработал То есть Ставишь Автоматик То есть Пойдем На моем Житомпе Должен Менеджер И Нечо Подобного Поэтому Я Отключаю Автоматик И ставлю Адрес Вручную 127.0.0.1 Но Кто Немножко Хотя бы Разбирается Сетевых делах Отлично Знаешь С 11 Специальный Адрес Для любого Компайта Означает Обратиться К этому Компьютеру То есть Вместо Имени Компьютера Означает На него Жизнь Поэтому Вводим Этот адрес Нажимаем Connect Вот Все Отлично Подключилось Мы видим Что Появились Список Серверов То есть Менеджер Работает Желательно Поставить Галку Include Maps То есть Чтобы Все Карты Тоже Были Через Сеть Доступны Ну И Все Менеджер Команду Submit То есть Подтвердить Притом Сам Придумакс Дальше Уже Не Нужен При Нажатии Submit Что Не Склад В Максе Ничего Не Происходит Сейчас Я Макс Обратно Запущу Откроем И Вот В нем Абсолютно Никакую Реакцию Собственно Его Закрывать И Я Закрыл Придумакс Потому Что Он Уже Отдал Приказ Менеджеру Что И Куда Ред И Вот Если Посмотрим Что Происходит Вот Здесь Видно Что Все Компьютеры Сейчас Визе То Есть Загружено И Задание Них Стоит Рендерить Флаг Вот Один Клум Пока Все И Если Посмотрим Что Происходит В сети Давайте Я Открою Программу Для Просмотра Удаленных Компов И Вот Мы С вами Видим На Каждом Из Них Потихонечку Запускается 3dmax Без Интерфейса То Сам И Видно Что Именно Машина Рендер И Вот Мы Видим Как Каждый Из Компов Сетевых Занят В Нужном Полезном Делом Мой Компьютер Пока Не Занят Ничего Но Если Я хочу Чтобы Мой Компьютер Занялся Тем Же Делом Я Могу На Своем Компьютере Тоже Запустить Сервер Давайте Запущу Себя Сервер Autodesk Autodesk Backburner Сервер Вот У меня Тоже Запустился Кстати Хочу Сказать Пока У меня Есть Такая Возможность Когда Вы Первый Раз Уважаемые Друзья Запустите В Первый Раз Но Во-первых Там Есть Такая Шутка Уможет Вообще Запуститься Придется Еще Раз Запуститься Это Абсолютно Нормально Но Суть В том Что Он Выдаст Вот Такой Диалог В Этом Диалоге Вам Нужно Будет Пасать Галку Автоматик Сердж Нажать ОК Все Больше То есть Когда Впервые Запустите Сервер Вы Увидите Вот Такое Окошечко Ставьте Галку Автоматик И Нажимайте ОК Больше Ничего Нечто Ну и Вот Заметьте Я у себя Запустил Сервер Что Произошло Здесь Я Сразу Вижу Как Появился Мой Компьютер Среди Общих Списков Ну и Я Вижу Что Мой Компьютер Занят Хорошим Делом А именно Рендерит Картинок И Менеджер Менеджер Вот Можем Посмотреть Очень Занят Менеджер Занят Тем Что Он Говорит Каждому Компьютеру Кому Чего Рендерить Но Здесь Не Информативный То есть Здесь Не понятно Что Происходит Просто Написать Соф Проряд Жди А В Мониторе Зачем Монитор Как Раз Нужно Вот Удаётся Информация Монитор Говорит Нам Компы Все Занят Сообщение Не Поступало Об ошибках Рендерит Они Флаг Кстати Что Забавно Мы Сейчас Следующую Задачу Поставь Следующую Следующую Иногда Этой Возможностю Пользуются Как Несторан Для Рендеринга На Одном Компьютере Не Бесетили С Зато Можно Отправить Рендер Сразу Трех Четырех Пяти Разных То есть Можно Что Сделать С Помощ Эти Штуки Запустить На Своем Компьютере Сервер Менеджер И В 3D Max Открываешь Один Интериер Говорит Шлен Григо Второй Интериер Григо Треть Интериер Григо Каждый Камер Григо Григо И Здесь Получается По сути Список Заданий Чего Когда Григо И Автоматических Переключает Григо То есть Это Разные Точки В Одном Проекте Разные Проекты Разные Файлы Или Например Разные Куски Я Сейчас Я Добавлю Еще Одну Заданию Повесим Здесь И У Задания Приоритет 50% Если Приоритет Совпадут Значит Он будет Рендерить Оба Задания Параллельно Если Приоритет Разный Значит Будет Рендерить В Информацию Задания Видно Вот здесь Тоже Интересная Менюшка Таск Саммер Выполнение Задания Видно Что Какие Кадры Посчитались Вот Посчиталось Пока 19 Кадров Какие Кадры Заданы На Аренду И Какие Кадры Ожидают Свои Очереди Везу Дизвести Что Еще Интересно Я могу Открыть Сетевую Папу Которая Называется У Меня Флаг И Вот Я вижу Какие Картинки Уже Посчитаны Посчитаны Картинки Заметьте Это Секвентальная Визуализация То есть Каждая Картинка Вот Этот Вот Номер Это Порядка Номер Картинки Видеоролики Вот Понятно Дело С вами И Системы Видеомонтажа И Обработки Такие Как Скажем Adobe Premiere Или Adobe After Effects Они Эти номерки Автоматически Ну или Полуавтоматически Загружают И открывают Как единый Видеоролик Ну вот Сейчас У меня Есть Минутка Друзья Мои Пока Идет Визуализация Хотя бы 50 кадров Для того Чтобы Ответить На ваши Вопросы Есть Таковые Это Это Относится К Нашим Уважаемым Слушателям Подключенным По Эбинару Друзья Мои Весь Внимание И Если У вас Есть Вопросы Постараюсь На них Ответить Прямо Сейчас Слушаюсь Слушаюсь Я даже Друзья Смотрю Всем Все так Хорошо Понятно Что Ты не Хочешь Ничего Спасить Извините Я На это И надеялся Все Понятно Как обычно Что же Груда Я очень Рад Что Как обычно Все Понятно Ну И правда Нечего Добавить Всказанного Потому Что Система Ну На мой Вкус Работает Весьма Стабильно Я Рендерил Ей Не Один Проект Притом Как Вот Этой Системы Которые Рендерят По кадру Вот Практически Все ролики Где камеры По интерьерам В зданиях Вокруг здания Я рендерил Естественно Вот так А Все Что Касается Просто Статичных Картинок Да Тоже Очень И Положаю Руку Насраться Раньше Все Это Работало Не так Надожнее Сейчас Конечно Галка Трансферми На Сет Она Сильно Решает Катерина Решает Картинку Дистрибтивно Но Тем Временем Я рад Что Все Понятно Но Я хочу Показать Вам И Финальную Заключительную Часть Для Этого Мне придется Запустить Программу Которая Называется Adobe Premiere Вообще Premiere Конечно Не идеально Подходит Для сборки Вот Таких Вещей Это Все Таки Система Видеомонтажа И Очень Классная Система Видеомонтажа Собственно Лучше Сейчас Хотя Она Изначально Разрабатывалась Для того Чтобы Могли В ней Фильм Она Очень Хорошо Работает С Видеограмм Вообще Premiere Такая Доволь Уникальная Система Она Стоит На Границе Монтажа И Композинг То есть У нее Очень Крутые Эффекты У нее Есть Маски Которые Могут Эти Эффекты Сопровождать У нее Есть Трекинг То есть Она Может Следить За Передвижением Объектов На Рендер И Нам Осталось Немножко Подождать Эти Кадры Будут Посчитаны Дальше В принципе Рендерить Не критично 50 кадров Это Как раз Целые 2 секунды Анимация Ну Нам Хватит Чтобы Порадоваться Бедный Премьер Никак Не Может Запуститься Из Такой Нагрузки Которую Дает Врей На Рендере Вот У меня Уже Засчитывается От Кадр Но Игорь Я Обещал Объясняю Более Подробно В деталях Здесь Конечно Немножко Не хватает Качества Нужно Сильно Понизить Видите Тот же Самый Шум Проявляет Но Нужно Рендерить На куда Более Высоких Настройках Если Мы Хотим Чтобы Все Идеально Смотреть По Хорошему Надо Было Включить Не Рендер Бакет А все Таки Прогрессив И поставить 5 на кадр Тогда было бы идеально Так Давайте посмотрим Что творится Какой там кадр Последний Посчитал Комплит 151 кадр Комплит Ну в общем Я не вижу смысла Дальше считать Давайте я остановлю Задачу Как остановиться Вот задача Самоплата А Да Нам заметили Там еще есть Некоторые хитрые Настройки Если правой кнопкой Нажать Или Сетт Очень много Всяких Настроек Вот здесь В частности Есть такая штука Интересная Я сам сталкивался Несколько раз И мне Меня обручало Когда комп Не видит текстуры По какой-то причине Бог знает Такой Тут есть такое понятное Называется Alternate Project Folder Можно здесь Указать принудительно Любую папку Локальную Листевую Где он обязан Текстуры искать Если он не находит Локальную То По какой-то причине Он будет Добавить Так Ну все Я останавливаю Просчет Кнопка с красной Лампочкой Это Остановить Просчет Ну а Кнопка с крестиком Полностью Оборвается Остановить Это означает Потом можно будет Продолжить Давайте Оборву Просчет Он заявил Что Теперь уже Обратно Никак Ну а если Посмотрим Что делают Компьютеры В сети Видно Что они Сейчас досчитывают Последний кадр И получают Приказ Становится Потихонечку Обрывается Задача Но у нас С вами Достаточно Кадров Поэтому я Создаю Новый проект В Adobe Premiere Тут можно Все по умолчанию Просто ОК нажать Не вдаваясь Подробностям Ну и давайте Посмотрим Что Premiere Вам может Предложиться Открыв Так называемый Медиабраузер Я нахожу На диске Z Ту самую Папку Которая Называется Flag Ну и вот Мы видим С вами Здесь Кадрики Но Заметьте Он их Видит Именно Как Отдельные Кадры Получается Мы Не сможем Заполучить Ладно Тогда План Мы нажимаем Не Медиабраузер Как сейчас Модно Для видео А мы Нажимаем По старинке файл импорт и опять находим ту же самую папку, но кстати говоря, если мы брали Adobe After Effects, а не Premiere, After Effects сразу понимает, что он не как видео, не как картинки, Premiere не понимает, вот Premiere говорит в импорте то же самое, вот есть картинки, я выбираю первую и вот когда я ее выбрал, внизу Premiere позволяет поставить галку Image Sequence, он ее предлагает вам, если видит, что вы выбрали файл, у которого на конце номерочек, и он сразу проверяет, если другие файлы с номерочек в эти папки, если он видит их, он говорит, что можешь галку поставить и открыть Sequence, ну собственно говоря, мне это и нужно, О, открыть, готово, вот так вот выглядит Sequence, Опа, приятно как Давайте я покручу эти видео, сейчас что мы можем сделать? Видео открылось именно как видео, не как секвенция, и я могу либо его экспортировать, то есть обратно уже в любом формате, именно видео формате, притом это не убого или без сжатия, а какие там импеги современные, все что угодно, либо могу дальше обрабатывать здесь уже, ну например я прикажу создать на основе этого видео, новую секвенцию, так называемый timeline, можно по-другому сказать, вот оно. Ну а теперь можно применять любые эффекты, ну например какую-нибудь там супер продвинутую цвет коррекцию, или простенькую коррекцию, ну в общем простенькая коррекция будет выглядеть вот так вот, я возьму видео эффект, который называется Color Correction Brightness Contrast и приделаю сюда, и вот теперь я могу поменять яркость контрастности, такие два полузночка у меня будут модненьких, вот и сделаю по контрасту немножко, и поехать еще чуть-чуть. Вот можно проверить с эффектом без эффекта, ну чуть приятно становится. Вот, есть коррекции более продвинутые, есть очень-очень крутой механизм, называется редактировать цвет, вот, и здесь доступны уже всякие вот такие вот мегарегулировки. Так, тут надо эффект перебиниться, конечно, все, круто. Ну вот, например, можно сделать потеплее картинок, можно сделать ее по контрасте. В общем, здесь контрастность работает интереснее, чем в диалоге базовой контрастности. Можно там тени добавить или убавить. Добавить бликов поярче. Ну и с некоторых пор в премьере еще появилась такая тема, которая называется луки. Луками он называет готовые варианты спецобработки изображения для, скажем так, похожести на какое-нибудь кинопроизводство. Вот, если я залезу в так называемые люметри-пресеты, вот они, кинематографические луки. Под пленку, под разные передачи, монохромные. Ну, а допустим, возьму какой-нибудь кинематографический лук. Он теперь рассмотрится как на кинопленке. Можно постараться посмотреть с ним без него. Он не понравился. И так, например. Ну, а здесь он цвет поменял, тоже не будет. Ну, в общем, скажем по-другому. Premiere дает вам потрясающую гибкую систему по настройке чего хочешь, как хочешь. Можно, скажем, время немножко замедлить или ускорить, растянуть его. Притом Premiere может добавить промежуточных кадров, чтобы смотрелось не так удобно. Ну, в любом случае я нажимаю сейчас файл экспорт медиа, то есть экспортировать видеоролик. Вот он собирается его экспортировать. Ну, и он говорит формат, выбирай какой хочешь. Ну, а формат какой? Сейчас практически всегда используется формат, который называется MPEG-4. Вот, притом не сам оригинальный MPEG-4, который при царе горохе еще, грубо говоря. А формат он называется H264. Это MPEG-4, это за вами Level 10. Он на том же механизме основном, но куда более продвинутый. Ну, и вам не нужно ничего здесь настраивать, просто выберите H264. Поставьте галку Match Sequence, то есть чтобы настройки все совпадали. Даже нет, извините, не Match Sequence, а здесь просто Match Source Hide and Hide. То есть соответствие источнику высокой качества. Все. Ну, и название файла вашего. Ну, допустим, я сохраню тот же самый диск Z, папка flag, напишу flag video. Сохранить. Ну, можно еще раз протестить вот здесь, пусть он работает. Аудио нам не нужно. Ну, пускай сейчас экспортировать все вместе. Можно сказать, использовать максимальное качество кодирования еще в галку. Немножко увеличить время, но ничего страшного. Ну, и все, экспорт. И вот премьер. Ну, это зовет мне какой-то секунду, не сейчас. Экспортировал видео. И теперь я получил видеофайл. Вот он. Букву коза будем плацать. Посмотрим. Ну, можно уже посмотреть результат. Вот, собственно, результатик. Ну, чуть-чуть шины. Вот по такой системе вы можете визуализировать очень большие видеопроекты, визуализировать очень быстро и очень получать отличное качество. Ну, для этого потребуется, конечно, какое-то количество рабочих станций. Ну, как правило, в разных компаниях есть ни один, ни два компьютера. Ну, а дома у человека всегда есть компьютер, ноутбук, который можно задействовать. Ну, что же, вот на этом я практически заканчиваю свое выступление. Если у вас остались вопросы, я буду рад ответить на них. Это касается и уважаемых слушателей, которые находятся в классе и, естественно, идти включен удаленно. Всем спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok